Тема урока «Типы опыления у растений». Зачем нам с вами знать об опылении растений? Есть интересный случай из жизни австралийских англичан. Разводив овец на пастбищах в Австралии, переселившиеся на этот континент англичане привезли и стали сеять там клевер. Это растение ранее не было известно в этих краях, но служило замечательным кормом для овец. Клевер хорошо рос, но семян не давал. Англичанам снова приходилось ввести семена из Европы. Как вы думаете, почему? Давайте разберемся. Чтобы растение давало семена, оно должно цвести. Цветение – это состояние растения от начала раскрытия цветков до засыхания тычинок и лепестков. Во время цветения происходит опыление. У лугового клевера цветки яркие, пахучие, пыльца в них тяжелая и сидит на длинных загнутых тычинках. У клевера, как и у всех бобовых, цветок устроен так, что в нижней его части есть посадочная площадка, что уже точно указывает на участие в опылении животных. А так как цветки мелкие и собраны в соцветия, понятно, что животными опылителями являются насекомые. В Австралии не было таких насекомых, которые могли бы опылять клевер, поэтому он цвел, но семена не давал, так как опыление не происходило. Итак, перенос пыльцы с одного цветка на другой может осуществляться насекомыми. Тогда вы меня спросите, а что, в Австралии не нашлось ни одного насекомого, кому бы понравился клевер? Отчасти вы правы. Одно растение может опыляться разными видами насекомых, а один вид насекомых может обслуживать несколько видов растений. Все дело в том, что у каждого цветка свой опылитель или опылители. Так, например, многие белые цветки особенно заметны глазу ночного насекомого опылителя, а вот яркие цветные околоцветники привлекательны дневным насекомым, бабочкам, пчелам, шмелям. Кстати, именно в свое время суток ночные и дневные цветки издают приятные сладкие медовые запахи. А вот у некоторых растений, например, рафлезий, цветок пахнет тухлым мясом, и этим запахом привлекает своих опылителей мух. В Австралии хоть и обитали пчелы, которые чутко улавливают сладкий запах нектара клевера, но это не приносило успеха. Все дело в том, что цветки клевера имеют очень глубокие чашечки, а у пчел недостаточно длинные хоботки. А вот у шмелей хоботки длиннее, и они прекрасно пыляют клевер. Однако эти насекомые не обитали в Австралии. Когда на материк завезли шмелей, клевер стал давать семена. У растений с невзрачными цветками, например, у злаков и у многих деревьев, перенос пыльцы происходит по ветру. Такие растения называются ветроопыляемыми. Их маленькие цветки собраны в соцвете и дают большое количество легкой пыльцы, перелетающей с одного растения на другое. А вот у некоторых водных растений цветки распускаются в воде, не выступая над ее поверхностью, как у роголистника. Пыльцевое зерно таких растений не круглое, а нитевидное, что увеличивает его плавучесть и дает возможность запутаться и намотаться на рыльце пестика. Во всех приведенных случаях пыльца с одного цветка попадала на рыльце пестика другого. Такой тип опыления называют перекрестным. У большинства растений цветки устроены так, что пыльца не может попасть на пестик того же самого цветка. А что если пыльца постоянно будет попадать в свой цветок? Такие растения тоже существуют. Например, у гороха и льна опыление происходит до раскрытия цветка. Такой тип опыления называется самопылением. Для получения новых сортов растений селекционеры либо закрывают нужные им цветки от случайного опыления, либо сами специально переносят кисточкой нужную пыльцу. В некоторых случаях при плохой погоде для растений проводят искусственное опыление. Например, для подсолнечника, когда мало насекомых, или для кукурузы в безветренную погоду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok